Принцип ламеха. Взявшись за дело, никогда не знаешь наверняка, победишь или проиграешь. Но вот раны получишь обязательно. Чем бы мы ни занимались, всегда в нашем окружении будут три категории людей. Те, кто поддержит, те, кто возмутятся и будут в меру сил своих противостоять. И те, кто равнодушно пройдут мимо. И чтобы совладать со всей болью, выпавшей на нашу долю, нужно овладеть силой прощения. Обида – это как шар для боулинга, который вы вынуждены всегда и везде носить с собой. Это неудобно, это тяжело, это мешает, но выбросить его что-то мешает тоже. Обида и недоброжелательность – это своего рода плод, постепенно развивающийся внутри нас. Поэтому мы говорим, в душе его зародилась обида или зависть. Он вынашивает планы мести, питает ненависть, холит и лелеет обиду. Ну и если лелеять, холить, взращивать, питать маленькое злобное существо, оно не умирает, оно превращается в огромного и страшного монстра. Ведь никто добровольно не станет таскать с собой повсюду тяжелые, неудобные камни, постепенно увеличивая их размер и количество. Никто же не говорит, дождаться не могу утра, когда снова соберу в авоську все свои камни и потащу их с собой на работу. Однако именно этим мы и занимаемся, позволяя обиде пустить корни в нашей душе. Итак, кто же такой Ламех? Ну, надо сказать, что в Библии есть два персонажа с именем Ламех. Ламех из родословия Каина, о котором пойдет сейчас речь, и Ламех из родословия Сифа, который являлся отцом Ноя. Вообще Ламех переводится как «зверепый человек». Так вот, Ламех, о котором пойдет сейчас речь, родился в родословии Каина и взял себе... Двух жен, Аду и Цилу, впервые в человеческой истории нарушив один из первых Божьих Заветов, который можно процитировать так. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два-одна плоть». Ламех же навязал роду человеческому многоженству со всем унижением и угнетением, которое оно несет женщинам. Но это не все его приключения. И вот однажды кто-то обидел Ламеха. В Библии нет никаких подробностей этого эпизода. Может, все вышло случайно. Но в любом случае Ламех затаил обиду. Его рана нагноилась, и чем больше он вспоминал причиненное ему зло, тем больше злился. И в какой-то момент он обращается к своим женам. «Ада и Цила, послушайте голоса моего жены Ламеховы. Внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне. Если закаянно отомститься всемера, то за Ламеха в семьдесят раз всемера». Ламех знать не знал, что такое чувство вины или угрызения совести. По его мнению, он был абсолютно прав. Его враги были сами во всем виноваты. Принцип Ламеха в двух словах таков. «Ты причинил зло мне, а я в ответ причиню зло тебе». И не в равной степени, а в пятьсот раз больше. Семьдесят раз в семеро – это четыреста девяносто раз. Поэтому дух ожесточения никогда не насыщается. И человеку начинает казаться, что это справедливо, что он должен сделать даже хуже другому человеку, чем тот сделал ему. И вот, поступая по принципу Ламеха, мы мстим. Мы мстим, когда говорим жестокие слова или, насупившись, молчим. Мы мстим, распуская сплетни или попросту прекращая делать добро. И если продолжать этот день за днем, то со временем там, где у нас сердце, должна была быть любовь к родителям, к мужу, к жене, к братьям-сестрам, к друзьям, к коллегам, просто окажется дыра. Силы негодования, осуждения, ожесточения, отчужденности действуют, уничтожая в первую очередь нашу собственную способность любить. Все знают, что нужно прощать, однако порой нам кажется, что прощая мы как бы признаемся в слабости перед другим человеком, делаем ему одолжение. Однако прощение в первую очередь освобождает нас самих. Иисус Христос прекрасно знал Писание. И как-то, отвечая Петру на вопрос, сколько раз прощать обидчику, выбрал совершенно не случайное число. Он как бы взял и перевернул принцип ламеха и сказал прощать семь раз по семьдесят. Вот эта цитата. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стих. То есть, по сути, Иисус берет и вот этот принцип ламеха, который хочет отомстить в пятьсот раз больше, чем та боль, которая была причинена ему, переворачивает и говорит наоборот, что человеку, который согрешает против тебя, нужно прощать пятьсот раз, семижды семидесяти раз. Этим Иисус как бы говорит, ты можешь идти по пути ламеха, неся свои камни за пазухой, лелея обиды, или можешь следовать по моему пути, даруя прощение и стремясь к примирению. Совместить и то, и другое не получится, невозможно. Так что в какой-то момент нужно сделать выбор. Вот такая вот история. В этот раз снова говорим о прощении и говорим о том выборе, который каждый человек делает в своей собственной жизни. Прощать или мстить. Отпустить обиду или нести ее в своей собственной душе. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, удается ли вам прощать обидчиков, и что вы делаете для того, чтобы эта обида не разрушала вас изнутри, как вы с этим справляетесь. Ну а я желаю всем хорошего дня. Большое спасибо. 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 Спасибо.